Вопрос к бывшим копам под прикрытием. Самое безумное, что вам пришлось сделать, чтобы вас не раскрыли. Мой двоюродный брат был тайным агентом. Они пытались арестовать нескольких парней за незаконное распространение алкоголя и налаживали контакт, работая под прикрытием. Мой брат не берет с собой значок, когда работает под прикрытием, потому что если кто-нибудь его увидит, его могут пристрелить. Как бы то ни было, какие-то вспыльчивые копы подошли и начали прессовать их. Мой брат не смог рассказать, что он под прикрытием, и довольно скоро полиция начала применять физическую силу. Они выбили все дерьмо из моего двоюродного брата и парней, которых он собирался накрыть. Они забирают их всех в полицейский участок только для того, чтобы узнать, что мой двоюродный брат — тайный агент. Он был взбешен, потому что копы не должны применять насилие. В настоящее время он подает иск против этого полицейского управления. Начало моей работы в криминалистике пришлось на время, когда веб-чаты и веб-камеры стали очень популярны. Теперь сложно было скрыть свою личность при общении, потому что через камеры сразу видно, кто ты. 40-летний чувак, жующий пончики, или 14-летняя девушка. Я была наивной 18-летней сотрудницей, которая только начинала работать в полиции, выполняя какую-то канцелярскую работу для полицейского управления моего родного города. Когда услышала, как несколько человек говорили о том, как им было трудно теперь ловить любителей несовершеннолетних, потому что они теперь всегда просят включать веб-камеру. Я объяснила им, что можно просто нанять кого-нибудь, кто вел бы себя как несовершеннолетняя девочка или мальчик, и обучить их тому, что говорить и как организовывать встречи, чтобы поймать этих засранцев. И вот я добровольно вызвалась на эту работу. Мы устроили импровизированную спальню в одном из кабинетов на верхнем этаже, где стояли кровать, письменный стол и несколько плакатов, разрисованных дочерьми-подростками одного из офицеров. Мне пришлось надеть кое-что из моей школьной спортивной одежды или пижаму, разговаривая с разными уродами через веб-камеру. Я передавала записки туда и обратно команде офицеров и выдавала это за попытку сделать домашнее задание во время разговора. Самое трудное было все еще казаться заинтересованной и невинной, в то время как этот чувак на экране говорит мне всякие ужасные вещи. Мы поймали где-то около 120 мужчин и пару женщин. Наиболее заметными были два члена городского совета, полицейские штата, школьные учителя и другие люди, которым вы просто доверяете своих детей. Все они выглядели как обычные люди. Как бывший работник исправительной тюрьмы. У нас была ситуация, когда крупное полицейское управление посадило полицейского в тюрьму, чтобы получить информацию о парне, который, как они полагали, организовывал нападение изнутри тюрьмы. Надзиратель знал и я узнал случайно, но ни один другой коп не знал и никто из персонала, включая медиков, не знал и все шло по плану. Он прошел через приемник, распределение и был помещен в камеру. Это было дико. Он пробыл там неделю, получил необходимую информацию и его оттуда вытащили. О том, что он работает под прикрытием, стало известно только после того, как я уехал. И это было очень давно. Это был сюрреалистический момент для меня. Я знаю парня, который часто работал под прикрытием, как обдолбыш. Он был предан делу. Перед тем, как начать работать, он ненадолго прекращал принимать душ и мочился на свой спортивный костюм, прежде чем идти на работу. Он был настолько хорош, что ему удалось добиться того, чтобы один и тот же дилер был осужден дважды в течение года. И они никогда не подозревали, что именно он был крысой. У него также было несколько полицейских досье под разными именами. История про человека, с которым моя мама встречалась долгое время. Сейчас он уже на пенсии, но в 70-80-х годах он только закончил полицейскую академию. А затем был под прикрытием в банде наркоторговцев в течение 14 лет. Он был пуэрториканцем, хорошо говорил по-испански, служил в морской пехоте и стал полицейским штата. Они использовали его способность легко вливаться в круг наркоторговцев Латинской Америки. Однажды вечером, во время покупки товара, он должен был принять его перед кучей парней. От этого у него началась небольшая паранойя, паническая атака, что они узнают, что он полицейский. Он тяжело дышал и вышел на воздух, его сердце колотилось в груди в безумной панике. Один из банды вышел наружу, чтобы поговорить с ним, и он был готов бежать или драться. А парень говорит, «Чувак, ты в порядке?» Он вздыхает с огромным облегчением и говорит, «Да, я никогда так много не брал, мне трудно дышать». Парень был очень мил, принес ему выпить. Все шутили, что у него сердце льва. Он действительно чувствовал себя плохо из-за того, что посадил этого парня, когда все пошло прахом. Он говорил, что пытался помочь ему или добиться смягчения приговора, или еще чего-нибудь. Мне было, наверное, лет 15, когда однажды в дверь позвонили, и я открыл дверь двум парням, очень похожим на настоящих крутых уличных гангстеров. Они показали мне свои значки и попросили позвать маму или папу. Оказалось, что они хотели следить за игровой площадкой за нашим садом, которую некоторые наркодилеры использовали для своих мулов. Рядом с площадкой был многоэтажный банк, но банк не хотел иметь с ними ничего общего. Поэтому они спросили моих родителей, не могут ли они организовать группу наблюдения на нашей террасе в течение нескольких дней. Мои родители разрешили это, а мама всю неделю готовила еду для ребят. Когда-то я был садовником у женщины-полицейского, которая работала под прикрытием, чтобы выявлять сутенеров, торговцев людьми и спасать женщин. Она рано ушла на пенсию, из-за проблем с психическим здоровьем. Чтобы сохранить прикрытие, ей приходилось принимать вещества. Конечно, все вышло из-под ее контроля, и внезапно она оказалась в постоянном оплачиваемом отпуске, и почти все дни проводит дома, прячась от мира. Поэтому для нее то, что она сделала, чтобы сохранить прикрытие, это жертва своим здоровьем в обмен на несколько успешных арестов. Парень, который работал со мной, часто ходил в один байкер-бар, чтобы попасть в банду. Он не хотел перебрать и выкинуть какую-нибудь глупость, поэтому он брал свое пиво с собой в туалет, выливал половину и доливал бутылку водой. Я бывший сотрудник правоохранительных органов. Я несколько раз работал в качестве наблюдателя, сидя рядом с целями в ресторанах и барах, чтобы подслушивать разговоры. Извините, что разочаровал, но я не сделал ничего особенно сумасшедшего. Преступники просто склонны говорить о том же дерьме, что и все остальные, о женщинах и спорте. Публично они обычно не говорят слишком много о своей преступной деятельности, но вы все равно можете получить информацию из места, о которых они говорят, и от людей, которых они знают. Мой друг, который был полицейским под прикрытием, сказал, что несколько раз он должен был позволить себя арестовать, чтобы не разрушить свое прикрытие. Например, когда их банду ловили копы, вместо того, чтобы говорить, «Эй, я коп», он был арестован вместе со всеми остальными. Я раньше работал в полицейском департаменте. Обычно нам сообщают, что кто-то из работников под прикрытием будет в камере, но в остальном с ними обращаются точно так же, как и с любым другим арестованным. Мы следили за ними через камеру, чтобы обеспечить безопасность. Нам обычно говорили заранее, чтобы ни у кого не было проблем. Мой двоюродный брат работал под прикрытием в байкерском сообществе. Он был очень увлечен тренировками и бодибилдингом, поэтому ему удалось убедить всех, что он относится к своему телу как к храму и не пьет, не употребляет и не ест всякую дрянь. Это было не очень далеко от истины, так что ему было нетрудно сыграть эту роль. Он также бывший морской пехотинец, поэтому он крепкий как гвоздь, и у него много татуировок, поэтому он отлично влился в эту компанию. Какое-то время я работал транскриптором и расшифровал несколько записей с микрофонов, снятых с офицеров под прикрытием. Это было безумие. Они говорят на сленге и жаргоне, как сумасшедшие бандюги, отсидевшие по несколько ходок, когда общаются под прикрытием. А потом, когда разговаривают с другими полицейскими, их тон спокойный и разговор деловой, как у настоящих профессионалов. У меня есть родственник, который работал под прикрытием. Перед его отъездом у нас было семейное собрание, на котором нам объяснили, что если мы увидим его на улице, то не должны подходить к нему и разговаривать с ним. Он сам подойдет, если в данный момент не работает под прикрытием. Я не полицейский, но в колледже посещал несколько курсов по уголовному праву. Наш профессор, которого я буду называть Боб, был полицейским 15 лет или около того, и работал под прикрытием в 80-х годах в течение очень долгого времени. Боб был байкером-любителем, и его отправили работать под прикрытием, чтобы разобраться с продажами запрещенных веществ в байкерском клубе. Боб договорился купить товар у какого-то парня, и вскоре после покупки дилера арестовали. Сестра дилера начала всем говорить, что считает Боба полицейским, а другие байкеры начали задавать ему вопросы. Так что где-то через день после того, как сестра дилера начала обвинять Боба в том, что он крыса, вся группа собралась в баре. Боб сказал нескольким парням, чтобы они встретили его снаружи через несколько минут, а сестре сказал, чтобы она тоже вышла. Когда они наконец добрались туда, Боб сказал ей, там откуда я родом, друзья не называют друзей крысами. А потом он угрожал ей на глазах у всей группы. Он изо всех сил пнул ее между ног, что хотя и не так больно, если ты женщина, все же больно. Он сказал, что не хотел этого делать, но после этого никто больше не обвинял его в том, что он полицейский. Я знаю одного парня, полицейского в отставке, который работает под прикрытием по делу врачей-мошенников. Он рассказал мне историю о том, как однажды пошел к дантисту по поводу небольшой зубной боли и вышел оттуда с рецептом на вещества. Он говорит, что есть много хороших врачей, но есть много тех, кто выписывает такие рецепты за деньги, хотя вы и не нуждаетесь в этом. История не про меня, а про моего дедушку. Он должен был войти в контакт с некоторыми парнями, которые торговали веществами и сам притворялся обдолбышем. Однажды кто-то из начальства заподозрил неладное, не поверил, что мой дедушка на самом деле был торчком, потому что у него не было никаких отметин на руке, там, где они обычно бывают. И мой дедушка сказал им, что он использует для этого своего бедро, и он был более чем счастлив снять штаны и трусы, чтобы показать им. Чувак не хотел видеть никаких лишних подробностей, и моему дедушке это сошло с рук. Теперь он живет в совершенно другом штате из соображений безопасности, потому что многие ребята, которых он посадил много лет назад, скоро выходят. Друг моего отца, офицер под прикрытием, который провел последние два месяца в больнице. Он впал в кому, когда объект узнал, что он коп. Они избили его до смерти, так они думали. Полиции потребовалось больше часа, чтобы добраться до него. У него было кровоизлияние в мозг и множественные переломы. Риск, на который идут эти парни, работая под прикрытием, просто поразителен. Когда он был в коме, я был уверен, что он не выкарабкается. Он сделал невозможное и смог выжить, и теперь восстанавливает здоровье дома. Не я, а близкий друг семьи работал в течение трех лет в качестве полицейского под прикрытием в пляжном городе на юге Калифорнии. Он родился и вырос в этом городе, поэтому он идеально вписался. Он выдавал себя за бомжа-торчка. Он не стриг волосы и бороду и носил один и тот же красочный свитер-пончо каждый день в течение почти 1100 дней. Он был настолько хорош в этом, что отказался от нескольких повышений и стал известен как Робокоп в департаменте. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.